Дайте, две минуты дойдите, и все. Чего? Две минуты, и все. О, ребята, ребята, блин. Что такое? Что не так-то? Вы объясняете мне, наверное. Куда вы катитесь вообще? Как куда? Туда же, куда и вы. Живете два мужика вместе, блин, баб нет. Конечно. Ну, завязывайте с этой темой. У каждого семья, у каждого по ребенку. Куда мы катимся? Покажи ему фотографию. Разверни, ну. Фотография 9 на 12? Не, большое. С наивной подписью на память? Да и ты, может, это, блядь, мужик. А ну, покажи, как вы процветаете там. А у меня вот жена есть, понял? О, классное платье. Ну, все, ладно, пацаны, все. Ух, а то все сидят вечно, блин. По двое на России там. Да, нет, нет, они такие же. Почему сразу из России, не все же такие. Ну, то я уже, блин, много общаюсь и постоянно как-то этим заканчивается. Ну, слушай, Симолгоград. Так, что вы тогда сюда пришли? Я так понимаю, что не дрочить рожженый есть. Так тогда на какую тему общаться? С интересными людьми пообщаться, понимаешь? Бывают люди тут интересные? Интересные, бывают. Смотря на то, что. Ну, да. Что говорят вам интересные люди? Блядь, про жизнь свою там. Где лучше, где хуже. Узнаешь. Знаете же, если у русская пословица. Хорошо там, где вас нет. Где нас нет. Ну, русских где нет, там хорошо. А где украинцы? А у нас такой пословицы нет. У нас вот на Донбассе было хорошо. Появились там русские, все. Война. В Крыму было хорошо. Появились русские, война. Да ладно, что же мы такие плохие? Не, ну, ваша же пословица, ребята. Это же не я придумал. Ты же из Украины, получается? Ну, да. Ну, да. За Украину, получается? Не, за Китай, блин. За Китай. Вот за Россию давай. Да нет, это понятно. Ну, это понятно, где ты живешь там. На пословицах, блин. Нужно жить правильно. Пословицы придумали давным-давно. Надо жить. Так, ничего, ребята, ничего же не меняется. Почему, говорят, в России две беды, дураки и дороги? Как не посмотришь на Россию? Там, блядь, тоже, блядь, можно много сказать, блядь. У вас поговорок. А ну, да, ну давай про нашу какую-то пословицу, знаешь? Да это не, это да. Я тоже не вспомнился. Вообще, понимаете? Мы живем своей жизнью, блядь, нас это не касается пока. Да еще, блядь. Так, я же вам объясняю. На Донбассе тоже люди жили, их и это не касалось. Они думали, все будет хорошо. И потом прилетели российские снаряды, и добровольцы там. И прочее. Приехали танки. Ты взрослый человек, его. Ты что, не понимаешь, что, блядь, наши не хотят, чтобы у наших границ было НАТО? Это, ебаная. Потому что вы дружите с НАТО, блядь. Вы дружите, блядь. Чувак, секунду, секунду, подожди. Ты карту России видел вообще? Ну, конечно, видел. Ну, ты видел страны Балтии? Там уже есть базы НАТО. Да, есть. Ну, смотри, если бы в 13-м году спросили у меня и сказали, хочу ли я базу НАТО, сказал бы, идите нахер со своей базой НАТО. А сейчас... Сейчас у вас в Крыму типа нету базы НАТО, зато у меня в Полтаве будет тут база НАТО и будет вас херячить. Войнаэродром у нас тут есть. Да ты вообще войны хочешь, что ли, блядь? Вот это никто же ее не хочет. Так я не хочу войны, вы ее развязали уже. Как вы, блядь? Ты что ты нас обвиняешь? Мы что тебе, блядь, власти или кто? А вы не граждане России, что ли? Ну, граждане России. Ну и что это? Вот, кто носитель власти в России? Ну, война начнется, все пойдут, блядь. Не кричи. Ну, я понял. Так кто носитель власти в России? Да вы, вы это громко скажете. Да, вы, мы, блядь. Мы живем такие же, как и вы. Такие же, как и вы сидите. Нам скажем. Нет, ребята, не надо крепостных сравнивать со свободными украинцами. Завязывайте с этим. Ебать, какие мы тебе крепостные, блядь. Ну, потому что у вас разговоры крепостные. Мы ничего не решаем, это все правительство. Ну, ребята. Так же и вы, а вы что, решаете, что ли? Вы чисто созданы для того, чтобы ваши бабы рожали новых военных. Чтобы вас тоже отправили где-то в Сирию, в Украину, по херу пришлют. Дадут бабла на ребенка, ребенок его отправят, блядь. Подожди, я не буду так кричать. Ты вот так же обсуждаешь. Ты что, там, депутат Верховной Рады или кто ты? Нет, это обычный человек. Ну, обычно. Ты бы, блядь, она получается, да? Она такая же. Чего это я бы, блядь, она обоснула? Ну, так ты обоснуешь, что не так. Ты добился в жизни, что? Ну, у каждого свои критерии. Пашешь на заводе или на шахте, или где-то там, ну. Менеджером или кем-то, по продаже. Или в компьютере сидишь. Сижу в компьютере, да. Ну, вот, получается, ты вот ничего не добился. Ты такая же... Подожди, а ты на шахте, что ли, шарашишь? Нет. Ты считаешь, достижение, это только то, что есть у тебя работа, да? Шарашить кувалдой там, типа, да? Нет, ты понимаешь, ты вот не депутат Верховной Рады, ты ничего добиться не сможешь. Может, когда-то буду депутатом, а что ты так говоришь? Да ты не будешь, блядь. Гадаю только, блядь, или, не знаю, по знакомству, или как у вас там тоже, блядь. Чтоб тебя избрали. Через постель, да? Да я хуй его знаю, как у вас это делается, блядь. Я к тому-то, что веду, ты-то ничего не доб... Ну, как ему сказать, не сделаешь, ничего не это, блядь. Ну, что, украинцы, смотри, украинцы сделали за последние 15 лет три революции против коррупции. Тебе скажут в государстве, иди воюй, блядь, так же, или что-нибудь такое, ты пойдешь, правильно, блядь? Ты никуда от этого не денешься, блядь. А что, ты денешься куда-то? И ты так же не денешься, а ты говоришь, вы типа крепостные, или как ты там сказал? Я тебе говорю, украинцы за последние 15 лет три революции. Послушай, три революции. У нас есть меняемость власти, у нас меняются президенты, там, лучше, хуже. У вас все время один и тот же. Тоталитарное государство, ты что-то тебе не рассказываешь. Умрет же, правильно, блядь, и будет другой. А, вы ждете пока, а если не умрет, и что вы будете? И дальше рабами. Вот у вас применялось там тысячу, блядь, этих президентов. Что от этого изменилось у вас? Да какой там? Ну, мы, смотри, как бы там не было плохо, я свободно взял сейчас паспорт и поехал в Будапешт. Вот неделю назад был в Будапеште. Блядь, у вас что-то изменилось? А уровни жизни, блядь, как раз? Изменилось бы, если бы вы не воевали против нас и не оккупировали нашу территорию, что непонятно. Да если бы, ну, видишь, а еще пока мы защищаемся, если бы хотели, уже давно бы завоевали, правильно? Это вы защищаете, от кого вы защищаетесь? Ну, чтобы границы не пересекали, правильно? Ну, границы пока еще, и Донбасса, получается, и Луганск защищают. Ты понимаешь? Луганский, Донецкий, Луганск, это Украина вообще-то. Что вы там защищаете? Ну, пока уже они, они вообще-то не Украина уже, они уже Донецкая народная республика и так же, блядь, республика... Ну, так а кто их признал? Россия не признала эти республики. Как это? Россия вообще-то и признала эти республики? Нет, не признала, и ты не знал об этом? Ну, говорят, что признала. Нет, я тебе так надеваю, что... У нас, что не признала, у нас говорят, что признала. Это же политика, блядь, мы же не приближенные политики. Мы смотрим только телевизор, блядь. Нам говорят, что признала, у вас говорят, что не признала, видишь? простые вы живете страхи послушайте так зачем вы живете в страхе тогда вы боитесь что кнопку я верно необычно я думаю что если только рука потянется вашего хуй лак кнопки то его сразу же не станет нет у нас это рука смерти есть вы вы видели как он сейчас список опубликовали ваших там казнокрадов и уже жопы там горят ужас какой боже сейчас заблокируется бабло ребята не ну вы войдите в положение представьте люди нормально грабили грабили россию 15 лет куча бабла все все в европе дети в европе учатся жены в европе и тут им запретят сейчас выезды из россии вы подумайте над этим пожалейте своих людей как-то хоть чуть-чуть чиновников там кстати интересное соотношение 150 чиновников и только 50 предпринимателей то есть у вас чиновники тупо воруют блин огромное бабло вы сидите в этой квартирке с вот этим вот обойками своими несчастными но у тебя тоже не уши кирпичные у меня просто фон ребята я же не в богатой такой стране как выжить блогер какой-то ну я же говорил начинающим самом начале сказал что начинающий блогер чё что ты хочешь какой-нибудь опрос по непонятно не по 10 я думаю где-то зарплата вас пределах двадцать пять тысяч рублей 23 тысячи ну скажите сколько приблизительно 40 нету 40 ты не выглядишь даже до 40 чувак я хочу тебя расстроить да при чем-то эти фишки не фишки беру уровень жизни во все равно хуже стал бы ну понятно вы воюйте против нас что бы у нас стало хорошо конечно мы воюем мы даже не знаем а вы знаете не ну как это не знаете гробы идут регулярно к вам то что еще не не ну да не афишируются конечно что же вам будут с парадом носить тихонько закапывают и все опять же говорю мы живем мы же не мы же там не бываем у вас ребята но кредиты у вас есть есть кредиты а по-любому есть завтра вам не будет чем их выплачивать скажут у родной ты же понимаешь у тебя ребенок все дела надо отдавать или квартиру отдавать или давай на донбасс помогать строить русский мир и все пришлют пришлю тебя вот такой кусочек от тебя пришлюсь но зато скажут жена молчи вот тебе денежка за это за твоего героя ну как это не прокатит с псковскими десантниками прокатило которые наши шантарах 0 еще в четырнадцатом году женам далее на карман блин помните важно важно же это не рассказывали по телевизору гуляли да как путин говорит у нас вы просто вы поймите у нас десантники они такие долбоебыш они даже коз как компасом не имеют пользу гуляли заблудились просто ну так получилось нету не gps они глонасса не звезд нихера блин грибники хуевые понимаешь согласись если просить хотела уже давно да вы хотели донецкий аэропорт взять не могли взять дольше чем сталинград держался донецкий аэропорт а вот мы со сталинграда так нет такого города 75 лет победы вот сегодня годовщины путин действительно гордитесь этим тем тем каким путем это удалось сделать сколько уничтожено людей просто на ровном месте конечно да вот это показатель того как вы можете как вы дойдете ребята просто я давай под немцами ходить будем расстрелять всех евреев расстрелять всех расстрелять русские средние так будем считать хотя подожди секунду вы же вы же евреев и исцелали в гулаге везде что не так нет ты говоришь к чему сколько жизни вот это нормально нет это не смотрите ребята я же не к тому что это плохо нет я говорю просто что во всем мире 8 мая это день скорби у вас 9 мая это праздник можем повторить 20 миллионов слит от бездарного командования от полной разрухи в стране блин из-за того что полностью давайте повторим вы же вы же также это воспринимает не на парад же на парад же ходите там небось с детьми колясочки вегетанчиков да там же гражданин ссср бля ничего скажи бля нет я гражданин украина уже а уже бля ну да ну родился в ссср сейчас такой же гражданин ты должен гордиться западную украину что ли украина город полтава но я вот по географии не знаю пол но вы разве школе не учили полтавская битва мы учили учили блин я не помню это западной украины посмотришь потом по карте но надо же я как-то хоть иногда эрудицию какую-то а че чем заняты вы ну вот с людьми интересно стратегические планы сейчас жена пришла час разгонит всю вашу компанию завтра же работаем о чем в субботу работаете мы же деньги зарабатывать дома не сидим надо же 25 тысяч рублей отрабатывать это успех от 25 тысяч это вообще двадцать пятый завтра зарабатывать откуда вы знаете наши заработки я же много общаюсь тут я же начинающий блогер ну да но в принципе в среднем сейчас волгограде 25 зарабатывать я приблизительно знаю по россии просто когда начинались эти события в четырнадцатом году то ваши тут бегали рассказывали что 60 тысяч рублей у остального а потому что курсу этаж помеш раньше 25 тысяч рублей 25 тысяч рублей это почти тысяча долларов ну там 900 баксов да а сейчас это какие-то голимые 500 долларов так как стоило так и по к российским соотношения приблизительно то же самое не не сейчас гривна гривна сильнее обесценилась три рубля что-то около того я не знаю честно я у меня рублей этих отродясь не было доллары да ребята мышцы доллары продались евро евро редко приходят доллары в основном ну так это ж не рубль ребята доллар это же свобода конвертируемого за рубли даже китай не захотел с торговать нет они отказались ваши мечтали вот забьешь сейчас в интернет и посмотришь то что это мы рубли им они нам гены будут а в таком плане да потому что важишь скоро китай заберешь уже кеном привыкнуть против это там американцы боятся россии китайки какой там китай против америке ребята они давно уже покрасили в раскраску эту зимнюю свои танки для того чтобы захватывать уже скорого там вашу дальний восток а вы все мечтаете китайцы китайцы конечно ребятах тоже вас может не он выше вы смотрите выж потихоньку отдаете территории китая да нет по территории россии китаю по чуть-чуть правильно и что они все сюда приехали вы знаете сколько сейчас в украину пришлось даже вести в въезд по биометрическим паспортам из россии уже поток просто на работе своей ебать приезжают с украины блядь я с донбасс я с донбасса не но ребята не сравните донбасс который выраст разбомбили конечно людям нужно куда-то деваться они едут к вам или мы их приняли да 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 вы же там лапшина вешали что это их кто там этим фашисты эти американцы война начнется никто никуда не двинется подтянуть всех не захочешь расстрелять на закон военного времени блять у тебя и меня блять все думаете начнется когда вы ждете вижу уже этого кому войны там просто убивает у нас сажают там убивают китай убивают за что там это все убивает за то что у нас сажают там убивают китай да дни антина у них проворовался патрон стенки на у нас я говорю сажают а там убивают у нас условно дают а у них убивать ну у вас кого вообще из чиновников посадили были прецеденты так правильно делают с таким-то населением как вы почему бы не балдеть я не знаю вы если вы все позволяете там на майдане не могу похвастаться ну я нет вижу я поздно подключился но зато были более смелые люди никак ты не добился правильно ты для этого что сделал ничто ты не сделал сейчас занимаюсь с вами общаюсь я агитируюсь наш ты хочешь нас не я вас не агитирую ребят я же говорю у меня канал я выкладываю там общение с россиянами а пока показываю показываю как относятся как говорят что кого как классно скоро война там все это все помогает просто для то чтобы украинцы понимали что на вас надеется нехер а как на нас надеется не но на то что вы там скажете но это же не справедливо как это так суверенное государство украина оккупировать территорию украины убивать украинцев нет они сидят хихикают ну как это нос варил точно то есть вот точно в украине да вот вчера погиб украинский воин у него там осталась семья может дети так как у вас вот ему пришла похоронка ты сидишь тут хихикаешь вот сейчас украинцы посмотрят и сделают выводы будут понимать что не надо ездить работать погиб также российский который какой нет и не путай оккупанта оккупанта с украинским воином героем который защищает свою родину как вы думали что ваша вот эта пиздота которая налезла то это типа герои какие-то люди перед собой вообще равны что украинские что русские правильно на хвост кем равны да перед кем равны перед богом бля перед кем равния ну я же не бог ребята я сужу вас по общечеловеческим будет сидеть судить по-своему и вот если честно всего разговор получается украинцев чат ну вот и вот ну получается их говори что ли для официально как выше себя ну стоишь чем россиян и вот но сколько с нами общаешься либо украина я просто дьявос смотрите я никого не ставлю я задаю вам вопросы вы отвечаете я на основании ваших ответов формирую свое мнение о вас просто серьезного добились вот ну то чтобы дата власть поменяли там сидела лучше от этого вы стать ну в условиях войны в какой стране в условиях войны когда воюет огромное ядерное государство протеста в какой стране стало за четыре года лучше скажи я так же вот смотри могу мини-блогером быть я вот общалась ну где-то полгода в это рулет на бывает захожу там делать нечего также я с украинцами общаюсь я бы я кого спрашиваю а чего вас там уровень жизни да бля там работы тоже нету а некоторые конечно но спросишь они говорят вот да мы сейчас добились вы в ахи а мы вот за границу ездим там вот это евро так и есть шашу не так разве а вот документальные фильмы даже в польшу ездить там вы как эти рапсио или куда-то вы ездите я тебе я ездил будапешт просто на три дня эти вас там вообще не ценят правильно украинцы где не ценят где вас ценят скажите куда вас приглашают какой страну работать зарабатывать вас даже своей стране не ценят 25 тысяч рублей за 500 долларов вы работаете за копейки но мы же не ездим за границу за 500 вас никто вы рукожопу вас нигде не возьмут ребят поля какие рукожопы я тебе расскажу я утром сегодня разговаривал из карьера послушать послушай из питера со строителем разговаривал он монолитные дома эти льют они и он говорит у меня работают на ответственных работах украинцы остальное херячат узбеки и русские местные а также я могу сказать у нас работают украинцы у нас так